Встреча с игроком ТВ Все у нас получилось Можно теперь выбирать Source, можно выбирать High Можно выбирать все, что только душе угодно Стримы будут наконец-то поинтереснее по качеству По голосу не обещаю, конечно По комментаторству не обещаю По аналитике тоже, может быть, будет скучно Нет, конечно, скучно не будет, будет веселее Теперь, в общем-то, можете нормальную картинку на своих мониторах наблюдать Качество ставить получше, побольше Потому что стримим мы помощнее, чем то, что предлагает Твич со старта Ладно, возвращаемся к данной игре Потом разделим нашу радость и откроем по бутылке Ситро У команды Рейв на данный момент в пике Скайрос Макс, Шторм Спирит, Тролль Варлорд и Энигма Со стороны Инвейджин и Спортс Акс, Снайпер, Сэнд Кинг и Дизраптор Не вижу Дазла в бане Почему-то Дазла в бане нет Медуза у нас уходит в бан от Рейв Акс, в принципе Теперь-то может и с Дазлом постоять Если Сэнд Кинга поставить на сложную А это возможно Конечно, если подписать Йоку в команду Инвейджин Это возможно Ну и вообще возможно это Снайпер уйдет на мид Дизраптор Может в общем-то, в общем-то, в общем-то Ну ладно, может быть Дазл тут действительно Не пикается Это уже у меня запара началась Команда Рейв, последний пик для них Энигма у нас в лес Шторм может отправиться как в легкую, так и в мид Тут теперь карты тасуются очень серьезно В современной доте Тролль и Шторм Действительно непонятно, кто будет стоять в миде Кто будет стоять в легкой Фармить в окружении двух саппортов Оффлейнера в любом случае у команды Рейв нет Тайт Хантер у нас уходит на оффлейн Тайт Хантер плюс Энигма Ага, я думаю, вы поняли, о чем речь идет Тайт Хантер плюс Энигма Это крутейшая АОЕ-строта Все у команды Рейв должно получиться Инвейджин Спортс Последний пик для них Я так понимаю, мейнкерри Не имеется пока что у команды Инвейджин Спортс Сэн Кинг Акс и Дизраптор Ну, можно взять, в принципе, в триплу Можно отправить данную В триплу, в смысле, в сложную Отправить данную комбинацию игроков Акс, Сэн Кинг и Дизраптор А в легкую Взять какого-нибудь Какого-нибудь парня с эскейпом Например, нет, антимаг в соло не выстоит, конечно Ну, того же Слардара Можно взять, можно взять Вивера Я думаю, по этой страте вполне реально Через длинку Шторма Контрить Через все вот эти вортексы и прочее, прочее, прочее Ну, глянем по расстановке Пока что аналитику не будем размусоливать Давайте по прошлой игре Кто к нам только подключился Вы пропустили достаточно интересную игру Команда Рейв сражалась серьезно Но никуда их сражение толком не завело Инвейджин эту катку выиграли На данный момент Давайте я выведу вам таблицу Пока у нас последний пик Посмотрите хоть что там вообще происходит Как видите Команда Инвейджин на первом месте Но здесь плюс один поинт Шесть матчей они сыграли Десять очков у них на данный момент У команды Рейв Три игры сыграно Две победы Одна ничья Пять поинтов Ну, здесь, разумеется, в прошлой катке Ничего они толком не заработали Получится или сейчас не получится Короче говоря, до шести очков могут подняться И сравняться с Сигнейчей и Фениксом Сигнейчей они должны обгонять будут в таком случае Потому что игр меньше сыграли Очков столько же А вот Феникс с Фениксом сравняются У Феникса больше будет побед личных Короче говоря Интересная ситуация Возвращаемся к Доте 20 А, это я вернулся к Доте Вы еще нет Вот теперь и вы возвращаетесь к Доте 22 секунды осталось на пик У Инвейджины Спортс Кто же это будет? Кто будет фармить у них? Кого они возьмут? И кто у нас будет нагибать в лейте? Тут снайпер, в общем-то, есть для лейты Но снайпер Минута... Лешрак Вот как! Вообще все непонятно Теперь у Инвейджин Спортс Ну, для меня Для них, я думаю, все прекрасно Ясно А ДТР у нас на Сэнд Кинге Это, скорее всего, лес Герст берет у нас Акса И, я думаю, отправится в сложную Нана играет у нас на снайпере Так Нана у нас, по-моему, на сложную должен стоять Не ясно Лешрак в мид ФЗФЗ берет Лешрака Лешрак отправляется в мид Нана Будет у нас на снайпере фармить Герст, я думаю, отправится в сложную А ДТР на подсейв Ну и Дезраптор тоже на подсейв Сэнд Кинг может в лес уйти НБ на Энигме играет Со стороны команды Рейв Джейо Так, так, так Свободная камера Я сам себе Командир НБ у нас играет на Энигме Криси в мид отправляется на На шторме Джейо играет на тролле Они отправятся в легкую Наверняка вместе с кастом Ну и в сложную уходит у нас Райор У Рейв в общем-то Немного Для маневра Место есть А у команды Инвейджин мы видели Там так серьезно намудрили Что Как бы все стрельнуло Вот так вот Нет, нет, нет Вот так вот Да, прошлая катка была интересная И возможно даже Была интересная Из-за этого скина Его и оставим А ДТР уже у нас Прекрасно увидел Что Райор Здесь один Никого В окружении Не имеется Дизраптор здесь Что это за наряд у Дизраптора Так, у нас пока Деварди Давайте посмотрим Рарный сетик на Дизраптора Я такой даже не наблюдал В любом случае Лицо у Дизраптора неприятно И смотреть на все сеты тоже Не очень весело В сложную у нас отправился Гёст Неужели в соло? Ну, наверняка в соло ФЗ-ФЗ у нас Перетянется на Мита Где еще один парень? Кто еще есть? Три здесь Четыре, да Все, четыре здесь Нана, я думаю Будет фармить в легкой А ФЗ-ФЗ может на Лишраке Отправиться в сложную Ой, не в сложную А в мид Против Криси Лишрак Ну-ка, непонятно Дело снайперу Полегче стоять Против Шторма Нана отправляется на мид А Лишрак уходит у нас Фармить в легкую Вот так вот решили А ДТР, я думаю Сейчас немного порумят А потом выйдут Потом АДТР У нас Направится В лес Через Сэнд Сторм Пачки крипов Забирать Здесь Гёст Один Отправляется На оффлейн Каст уже у нас Выходит Уже бросил Голубей снайперу Снайпер сейчас Будет стрелять У нас в ответ Каст получает Голуби Выстрел Голуби Голуби Выстрел Шапнель под ноги Касту Снайпер отогнал Отсюда петуха Все в порядке Гёст Соло Против Троля Через рейндж Джио В принципе Будет напрягать Акса Но это все До поры до времени Скоро Джио Понадобится Вот о чем я говорю Да Джио Понадобится Переключаться На мили Потому что Акс смело Может динайть Всех крипов Для него Это не проблема Пока по нему Настреливают Он бьет Чужих крипов Ну пока По нему Настреливает Джио Он не добивает Крипов Поэтому Акс может Легко динайть Так 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 Крипстат 8-3 На данный момент На миде шторм Шторму прилетела банка И имеется Немножко Краденых Ну или Полученных Ну здесь Райор стоит Танцует Это приятно Наблюдать Райор стоит Пляшет У нас через Энкор смеш У него это Неплохо получается Ну и Икс решил Понапрягать его Немножко Райор Вообще не Напрягается Ну чуть-чуть Райора подразобрали Половину столба Забрали И это какой-то Дизраппер Который вообще Толком Не наносит Дэмэдж Это 50 с руки Ну скоро появится Кракеншелл Там уже попроще Будет Геост у нас От даблы уже Начинает страдать Приходит сюда Каст Вместе Вместе с Джейо Постепенно Напрягают Акса У Акса Счет 5-0 У Лешрака 6-4 На легкой Тоже Весьма Интересная Ситуация Леший у нас Играет через Сплит Эрс Пока что Ну думаю Тут в один Будет Диаболик Это я Часто наблюдаю И дальше Лайтнинг Сторм Через Левел Будет Макситься Все Забирает У Геоста Все 6-0 Пока что У Акса 7-0 Уже Насобирал Криси Пошел У нас Под хостой Разваливает Постепенно На-на Это Фестблат Для команды Рейв Криси Четвертого Левела Ждет Пока Крепы Затанкуют На Тавр И уходит Отсюда Шторм Да конечно же Ты Шторм Спирит Зарабатывает У нас Первый фраг По золоту Поднимается Достаточно Существенно Грейжный Стик У него Уже Имеется У него Также Нул Талисман Плюс Есть Банка Криси Под денежком Первый 2-300 Он заработал Снайпер Пока что 1100 В два раза Перефарм Со стороны Шторма Понятное дело Что так Вечно Не будет Но На ранних Левелах Для Шторма Это более чем Ощутимое Преимущество Вот о чем Я вам говорил Лайтнинг Сторм Максится Наверняка На пятом Левеле Будет еще Один Лайтнинг Сторм Ну или Сплитерс А дальше Уже Еще один Лайтнинг Шторм В общем Диаболики Это уже Не тренд Диаболики У нас Не максятся Будьте Будьте На волне Доты Следите За модными Выдумками Профессиональных Игроков На Тем временем С Райсбендом И С Бутсов Спид Ну мы Видели Что там По золоту Там Беда Печаль Полнейшая У Акса Тоже Ничего Хорошего В жизни Не происходит Акс Тут мультиспауны Собирается Делать Но для Кого Это все Это все Для Джио Наверное Крипов Забирает С лайном Здесь Нет 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 Блочит Стак Блочит Кат Стак Стак Не первый день В доте Заблочил Еще один Спаун Тут Геос Толком Ничего Не насобирает Понимаете Прекрасно Один Спаун Это Ничего Два Спауна Они уже Дамажат Акса И Акс Нормально Их может Разваливать За счет Контр Хеликса Здесь у нас НБ В лесах Лешрак Тем временем Забрал Через диаболики Тайтхантера Медленно Он спускается Под землю Давайте Посмотрим Что же мы За люди Такие Диаболики Лайтнинг Сторм Ну ладно Давайте это все В процессе Наблюдать Нормально Стан Райор У нас поймал Лайтнинг Сторм Даже не включает У нас Стилит Фз Фз Да Нет Фз Фз Просто через диаболики Забрал у нас Райора 1-1 Становится счет И 1-2 В это время Снайпера забрали На мид Не будем переключаться Или будем Тут не все так просто Что такое Что происходит Вообще Ворвались Через Скайросмага Через помощь Через Конкассив шот Все ясно Все Больше не будем Крутить назад Эту игру Потому что Пропускаем Фраги в реальном времени Пока Обращаем внимание На Фраги уже произошедшие У Джейо Тем временем Нетворс 2-400 У Акса Который стоит против него 1500 И это вообще Неплохо Для Аксов сложный Без подсейва Без подхила Без Даззла Который здесь Постоянно стоит И то Грейв бросает То Шадоу Вейв Даззл у нас В пике так и не появился Появился тем не менее Лешраг Что команда Инвейжн придумала Узнаю немножко попозже Это будет ясно В массфайтах А ДТР здесь получает Но от крипов получает По ХП Пока никто не проседает А значит и файтов нет Скайросмага Появился Тапок 0-0 У нас идет каст В прошлой игре Неплохо Так на Скайросмаге Отыграл Икс Со стороны команды Инвейжн Какой-то несменный Стендин Команды Инвейжн Уже неделю Я его наблюдаю Ну по Вижену Три убийства Три убийства Здесь уйдет Сейчас переключатся Снайпер Разваливают Мстят на нам Мстят на нам Мстят за прошлый Раунд В прошлом раунде На нано Бристалбеке Формил Как не в себя Там действительно Было приятно наблюдать Выход опять у нас На снайпера Будет ли подкоп Здесь даже нет смысла В принципе подкоп давать Ну даст подкоп у нас Сэн Кинг Да вообще ничего Сэн Кинг не даст Под Сайенсом Сэн Кинг еле-еле бежит Глимсует назад Скайросмага Ну хоть кому-то Отомстят Ну а кто вообще Здесь слабее Чем Скайросмаг Есть на карте Никого Вот Скайросмага И унизили игроки Команды Инвейшн Ну Скайросмага Менять на мид снайпера 0-5-0 0-5-0 Унана Шторм еще и Акса Забирать Что вообще творится В доте Шторм Чокнутый Ну здесь Акс на лохэп Один удар Сейчас ему в спину Да все Умирает у нас Акс Возвращаемся В игру 8-4 И 7-0-0 Идет Криси Пересмотрелся Вводов От Сумаила Криси решил Показать свой гайд На Шторма И как надо собираться Как надо вести себя На карте У Шторма уже появляется Обливент Став Есть Сол Ринг И остается Как вы понимаете Совсем чуть-чуть До рецепта На Бладстоун Вроде бы Рейв должны быть впереди Давайте глянем Да Рейв на 4 тысячи По золоту 4 по экспириенсу И очень много В руках Шторма 6-200 У него На Легкой Стоял Лешрак Никто его не трогал Он фармил Убивал 3-0 идет И тем не менее 4-700 Дальше у нас Энигма Тоже со стороны Команды Рейв У него 4-200 У Джио На Легкой 3-800 Джио немного Бомжеватый На фоне Шторма И на фоне Лешрака И это действительно Заметно Потому что По артефактам У Джио Видим Ничего интересного Не появляется Владмир Пошел первым Артефактом И фейсбуцы Нахрен Сенжин Яша Вообще Все нахрен Просто идет И просто дамажит Где у нас Шторм Шторм С крипами воюет Неинтересно На лох Эпс Кайросмак Отсюда уходит Снайпер Ульту провязал Больше ульты Пока что Не имеется Можем по вещичкам Пробежаться В принципе Такой курс Юного модника Доты У снайпера Коллекция прошлого сезона Райс Бэнд И Белт оф Джан Стрэйдж Бутс оф Спид Причем Как-то такое ощущение Что со старшего брата Снял Понятное дело Что снайпер По деньгам Проседает очень сильно Так у нас Глимсанули Криси Криси может и умереть А может не умереть У НБ нет Маны на Блэк Холл Зачем же ты нужен Энигма Без Блэк Холла Еще и НБ здесь Разваливают 2 в 0 Райор приходит сюда Райор тоже решил У нас поиграться В интересную доту По двоим Рэвидж от Тайт Хантера Тайт Хантер на Лоу ХП Ну все Сильно напуганные Но живые Инвейджин уходят Из файта 2 в 0 подрались 6-8 Становится счет Инвейджин плотненько Огрызнулись Что меня интересует Это то Сколько заработали Ну где Файт Рекап Где вот он Файт Рекап 1700 заработали И 600 потеряла Команда Рейв Шторм у нас Еще нет у него Денег на Рецепт Бладстоуна Вот Снайпер Наконец-то Приоделся Сюрап Пауэр третс Появляется у нас У снайпера Есть Также Рейс Бэнд У Акса Наконец-то Появился Даггер На 12 минуте Сложный Тайминг Неплохой При учете Гнобления Со стороны Команды Рейв У Лешрака Поинт Бустер И Виталити Бустер есть Тоже у нас Постепенно Выходит в Бладстоун Но конечно же Он будет медленнее Чем у Шторма У Шторма Все уже готово Также у Лешрака Появляется Солринг Ну Еще 2 2 500 Надо У Криси Все уже должно быть Для Бладстоуна Почему Криси Бладстоун не покупает Пока что не знаю Ну вот и посмотрим Как дерется Криси Криси драться здесь не будет Криси будет получать Криси Отхватил По щам Плотнейшим образом У нас от Акса Вместе с Лешраком А в это время Команда Рейв На Рошана Выходит Разменяли Криси На Рошана Вижена не имеется У команды Инвейджин Никто К Рошану подходить Не будет Нападать Тоже Сюда в пещеру К Рошану Не собираются В это время Команда Инвейджин Отправляется На Т1 По топу Заканчиваются Диаболики Через секунду Крипов Пока нет Но вот Подходят Не собирается Дефать у нас Рейв Как я понимаю Хотя Рошан упадет Может быть есть смысл Где Блэк Холл Еще не было Вменяемых Блэк Холлов У нас Со стороны Команды Рейв Ну ждем 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 Это самый зрелищный Персонаж Вообще Во всей Доте Энигма Тут горло Можно срывать На его Блэк Холлах Пока что Блэк Холлов Не было замечено Я думаю Первый Блэк Холл Будет Левел 2 Потому что Уже практически Одиннадцатый Имеется у Энигмы Еще один Крип И Ну Ну Не подставляй меня Забери Одиннадцатый Левел Энигма Десятого Еще надо просто Ближе подойти И забрать Все Одиннадцатый Левел Есть у Энб Энигма Но Энигма В любом случае Качать второй Блэк Холл Не будет Да Тут что-то Я немножко Наплужил Тут Блэк Холл Не максится До шестнадцатого Левела Пошла у нас Погоня за ФЗ ФЗ поймал Сайлентс Здесь его разбирают Опять же Все попадают в ульту У нас От Дизраптора Мистик Флэр Просветить нечем Будут стараться Ему надымашить Уходит отсюда ДТР Забирает У Тролян Аэгис Надо уходить Даггер Не получится Наверное Заюзать Я думаю Криси Мана уже появляется Зацепили у нас Еще и Сенткинга Трипл килл Для Криси Вот где нужен был Бладстоун Вот здесь бы у тебя Триллиард зарядов Был и Квадратиллион Маны Восстанавливался бы В секунду Но Криси По-моему Пошел в обливин Став еще один Да У нас для Криси Дальше Так а что дальше Дальше Бладстоун Постеп До Бладстоуна Еще собира Вообще Почему я подумал Что Бладстоун Собирает Криси Он ничего не купил Ой-ой-ой-ой-ой Я Сол Бустер Перепутал С Обливин С Таффом И думал Что Криси У нас собирает Бладстоун И С Обливин С Таффа И Сол Ринга Какой провал Надеюсь В чате вы заметили Я даже смотреть не буду Там сейчас Флейм может палиться Та уже наверное Льется На протяжении Минут 5-6 Да Криси у нас Собирает Уоркет Собирает Криси Также Сол Ринг Ну в Бладстоун Выход будет Наверняка Но немного попозже У Криси 600 По золоту Даже 800 Уже имеется Он первый по Нетворцу На втором месте FZ-FZ Здесь Бладстоун Лишрака есть Втроем под Смоком В Чужой Лес Криси под Хостой Не зацепить Хотя почему не зацепить Зацепить Сейчас под ноги будет Стан Опять же здесь Сайленс Здесь Кинетик Филд Никуда Криси У нас не отправляется А был бы Бладстоун Уже бы в Бладстоуне Было полтора заряда Вместо восьми Тайт Хантер В это время Забирает у нас Сент Кинга Рэвидж Не участвовал В этом файте Просто забрали Сент Кинга Блэк Холл Тоже Энигма пока что Не юзал Чего Энигма ждет На что он вообще Копит ману Не совсем понятно У Энигмы Четвертый Нетворц На карте Немножко он уступает Своему фармящему Тролю Джейо Но игра динамичная Драки везде И сконцентрироваться Сориентироваться Как-то по Динамике Драк И вообще по траектории Движения файтов Сложно Очень сложно Скорее всего Буду драться За Т1 Сколько до Рэвиджа До Рэвиджа 7 секунд Имеется Блинк Даггер У Тайт Хантера Готовы сражаться Команда Инвейжн Я думаю За Т1 Лишрака здесь Будут ловить Но смысла нет Блимсует у нас Энигму Ну что Есть Рэвидж Надо попытаться Массфайт устроить Криси влетает У нас на хайграунд Здесь Геост Геост никого Агрить не получается Где Энигма Энигма Где Блэк Холл Что происходит Нет маны у нас У Энигмы Уже минус 2 Для команды Минус 3 Для команды Рейв НБ не дает Блэк Холл И что же это такое Энигму взяли с аллергией На Блэк Холл Жуть какая-то Все вообще Тратит здесь Под ноги Меднайт пульсы Постоянно Демоник конвершн Малифейсы По КД Разваливают Еще у нас И Дезраптора Это уже минус 4 Одного тролля Потеряли ФЗ тоже Скорее всего Здесь развалится Геост ходит Пытается Криси забрать У Криси 200 хп Все Криси отъезжает Райор Начинает драку с Геостом Еще один Квилинг Блэйд По голове И уходит отсюда Геост Безнаказанно Уходит отсюда Акс 4 в 3 Подрались Здесь 2 2 смерти Нам не показали Поэтому счет Невменяемый Будет по Золоту И по экспириенсу Посмотрим все на графиках Через несколько минут Акс пока что Как сумасшедший Отыгрывает В любую ерунду Врывается Агрит Все хорошо И Криси Получается цеплять Потому что Геост Очень Самоотверженно У нас Дерется Иначе и не скажешь У Криси Бладстоуном Не пахнет 860 В куре Ничего не лежит Красная панда Такая милашка Ничего пока что Красная панда У нас для Криси Не приберегла У Тайтхантера Имеется 960 на руках Это выход Форс Тафф Более чем Наверняка Ринко Фриген Уже имеется Там осталось 900 до рецепта У Энигмы У Энигмы Нет маны на Блэк Холл Но это классика Для НБ Странно Ну правильно Вообще не копи На Блэк Холл Зачем? Сразу в Демоне Конвершн И пошел Формить по лесам На Меднайт Пульс Есть и слава богу Где у нас Лешрак? С кем Лешрак дерется? Никто по ХП не проседает А Лешрак где-то у нас дамажит Это все на миде происходит Готова команда Инвейджин Врываться на Т2 Гёст с Даггером Гёст с Блэйдмейлом Гёст может разваливать Если в Мистик Флэр Еще дается Блэйдмейл Вы прекрасно понимаете Скайрос Маг Разлетается в щепки Там перья одни Останутся от этого парня ФЗ, ФЗ Диаболики проюзал Диаболики еще раз В КД Странно Куда он юзает Диаболики Если Тауэр стоит На половине ХП Но он таким и был Ну все Команда Инвейджин Решила не драться Отходят на реку Все Есть время для графиков 5000 с лишним От Рейв По золоту 7500 по экспириенсу Тоже Рейв у нас Впереди Так Давайте пробежимся По вещам Пока у нас Небольшое Торможение экшена Происходит на карте Ну Райс Бэнд Пауэр Трэдс И Ринко Факвила 20 минут Снайпер Нетворд Стоп 7 Жутковатая ситуация Для Нана По сравнению С прошлым матчем Это вообще Полнейший провал У Акса У Акса Есть Даггер Есть Блэйд Мэйл И 1900 на руках У Сэн Кинга Имеется Имеется Даггер Ну что у нас Намечается серьезная драка Энигма Фулл Мана Здесь же ты не сможешь Слить Ману Доблэ Кола Не должен Ждем 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 Все здесь Врывается у нас Джей Йо Сразу Жаггер Пошел от Акса Под ноги Миднайт Пульс Блэк Холл Пошел от Рейв Гёста Зацепили Он не умирает Еще и Квилинг Блей Пытался по НБ В ответку Произать В итоге Гёст у нас Погиб ФЗ-ФЗ Через Диаболики Через ульту Очень жестко Разваливает Триплкил Уже у нас У Атлешрака Криси Где он все время Берет хосту Что вообще такое Нон-стоп Запас хосты У Криси Криси отсюда уходит 4 в 3 подрались Триплкил Со стороны ФЗ-ФЗ Бладстоуне 8 Это значит До этого Было похуже Можете посчитать Всего лишь 5 зарядов Оставалось 1886 Команда Инвэйшн Заработала Ну и По золоту Рейвы толком Ничего не потеряли Потому что 3 фрага сделали 124 1200 на руках Поинт бустер есть Осталось 3000 до Бладстоуна Остальные все Энигма Провязал Блэкхол И было понятно Почему он стесняется Юзать его раньше Блэкхол У Энигмы Оказался Кривоватым Ходил вокруг До около Но не хотел попасть Под ульту дезрафтора Там она лежала В общем-то Не очень удобно Плюс Кенетик филд был Энигма Не смог дать Нормальный Блэкхол Только одного Герста зацепили И это неплохо 4-4 У нас Акс Идет на данный момент 700 у него на руках На первом месте FZ-FZ По Нетворсу У него 11000 Против снайпера Если их поставить Вы понимаете 6000 у снайпера И 11000 У Леширока Что-то пошло Явно не так Пошел гореть У нас Т2 Крипы падают Очень быстро Диаболики Практически Полностью Вливаются В Тир 2 По миду Можно отправляться На низ Или можно Отправляться Наверх Можно забирать Тавара По всей карте Есть ли Рошан До Рошана Меньше минуты Нет Чуть-чуть Больше Нет 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 Да Чуть больше минуты Осталось до Рошана Прочекали Пошли дальше Ну что Рейв В лице Райора Здесь В Чужом Лесу Чуть было Не напал Он на Триплу Игроков Команды Инвейшн Точнее Не Рейв Да Все правильно Игроков Команды Инвейшн Не путаюсь Я в азиатских Ребятах В ZFZ Есть БКБ БКБ Фулловый Ни разу Не проюзанный Здесь разбирается С эйдонолами Потихонечку Ну Разошлись По своим лесам Давайте по артефактам Теперь команды Рейв У Тайтхантера Форстаф 500 сверху Это все после даггера У Шторма 200 на руках Значит готов Соулбустер Так и есть Летит Соулбустер Прилетает И остается немного Добла от Стоуна У Джейо Тем временем Появляется Митрилхаммер 900 на руках Огр Клаб В этом билде Имеется Осталось 450 До Надо отводить Дабл спаун Джейо Дабл спаун Джейо Братишка Дабл спаун Что же такое Отведи этих Крипов Получи второй Стак И заработай себе На БКБ Нет Джейо у нас будет Без БКБ Ближайшую Думаю минуту Энигме Уже прилетает Блэк Кинг Бар Джейо Ну как тебе не стыдно Даже Энигма С кривыми Блэк Холлами У нас уже имеет Блэк Кинг Бар Ну ладно За всем не уследишь Это я сижу Смотрю сверху На мини карту Вообще не палю Фраги пропускаю Это все Понятно На расслабоне Здесь все А у Джейо Понятное дело Что напряженка И За всем уследить Особенно за таймингом Не очень получается Так Все мы выпущем В общем то артефакты Все видели У Энигмы Из каких то новых шмоток Появился только Блэк Кинг Бар Это все после Мекки Даггера нет Энигма Влетать толком не может Но БКБ появился Можно попытаться Выйти в даггер Уже бы пора 24 минута Хотя опять же По Нетворце Энигма Хорошо себя чувствует 8200 у НБ Он из леса Практически не выходил В 2-3 файтах Максимум у нас Участвовал Графики 5000 рейв 6000 Тоже в пользу Команды рейв Соответственно Золото Экспириенс Вы прекрасно понимаете Это У Криси Появляется Бладстолм 24 минута После Уоркида Хороший показатель Очень хороший показатель 11-4 Криси Это сейчас Он начал сыпаться Как-то неудобно Ульта Дезраптора Работает Не удается Криси Улетать Из Статик Шторма Влетает И дальше Агриться на Акса Не уйти толком Не получается Ну нормально Тайтхантера Войд Стоун Появляется Куда этот Войд Стоун Собирается Ну а Персеверанс Конечно же Персеверанс А дальше Рефрешер Орб Для Арбуза Под смоком Команда Команда Инвейжн Готовятся ли они Ворваться на Рошана Пожалуй что готовятся Все имеется для этого Акс у нас Врывается на НБ НБ здесь Заслоу или Застопили Полностью Мистик Флеер В себя впитал Блэк Холл По двоим НБ готов сражаться Еще и ФЗ Здесь зацепил ФЗ должен Разваливаться Разваливается у нас ФЗ 4 в 1 Скайра Смага Разорвали НБ поставил Меня на место Блэк Холл По троим При смерти За живот у нас Держался Энигма И мне кажется Это не от боли Энигма смеялся Над моими Комментариями Троих Поймал у нас Наконец-то НБ Блэк Холл Не зря Не зря был пикнут Троллер Разваливает Спокойно Вместе с Криси Рошана Рейвы потеряли Одного Четверых забрали Рейвы должны Постепенно Уходить в отрыв 10 тысяч По экспириенсу 7500 Даже больше По золоту У Криси 12 зарядов Бладстоуне А Игис есть Значит Пока что Менее 12 Точно не будет У Криси 1800 на руках Что у тролля Появляется Рейв решили Мстить за прошлый матч Загнобили Их обидчика На Науна На Мейлшторм На 26 минуте Ого-го Снайпер у нас По прежнему Топ 6 Топ 7 Выше Пятого места Не поднимается Ну здесь Райор на Тайтхантере Тоже в общем-то Нормально себя чувствует Если Тайтхантер Из оффлейна Вывозит больше Чем вывозит Снайпер Смида По-моему Это уже диагноз Для протекания матча FZFZ Тоже 6 зарядов Постепенно Лишака Оставят на место Постепенно Не так полезен Он становится Блэк Кинг Бар Против Ульта Энигмы Не работает Все это знают Прекрасно Главное 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 Это вменяемые Врывы от Энигмы Даггер Где? Где Даггер? 740 по золоту Даггер будет Пока что не скоро Ну Все зависит Конечно же От файтов 1725 Чет 10 плюс От команды Рэйв По золоту И 14 плюс По экспириенсу Катка становится Очень лютой И очень интересной Рэйв Видят соперника Лишака Здесь отпугнули Миндайт Пульсом Лишак и правда Испугался Но там Малифейс был In the face Там толком Не подерешься Криси Кого убивает Криси Где это делает Криси Джио Врывается у нас Сталпус Статик Шторм Под ноги Неприятно Разваливается у нас Райор под Мистик Флеером Икс наваливает Под Джио Горит у нас ФЗ-ФЗ Но горит не по хп А горит По факту Ульту включил Диаболики тоже Проюзаны Пока что 2 в 1 Без Тайтхантера Тайтхантеру Не дали Проюзать реведж У НБ Блэк Холла Еще долго не будет Здесь Криси Понимает что Нет Статик Шторма Но нет и маны У Криси По Бомжове 4 заряда В Бладстоуне 1 в 4 Подралась команда Рейв По моему Они готовы Менять ход Данного контеста Бест оф 2 Приближается Постепенно К счету 1-1 Это мое мнение Конечно же И конечно же Оно строго Субъективное Но вы прекрасно Понимаете Что эти графики Мое мнение Хоть чуть-чуть Но поддерживают По логике вещей У Рейв дела Гораздо лучше Чем у команды Инвейджин Снайпер В драках Не участвует Нана Не готов Нана пока что Записывает Третий альбом На Сложной линии Ну Теперь Лайн подпушился Немножко Снайпером Можно что-то Насуетить По Деньгам Есть Яша Есть Мэл Сторм Мэл Стром У Троля Появляется Блинк Даггер Это все после Сэнджин Яша БКБ Владмир Ну Джи Йо у нас Просто пошел Серьезным Саппортящим Парнем Такой вроде бы И файтер А вроде бы И все На Помощь команде Я имею ввиду Конечно же Владмир Я имею ввиду БКБ Ну и здесь Такие артефакты Не в убийство А в общей В общую выживаемость Общий дамаг По Целой локации Дольше живет Больше топоров даст Соответственно Надо выжить Дать батл транс Для всей команде Надо Подсейвить тиммейтов Через Владмир Дать больше атаки Ну и опять же Дольше жить самому Через Владмир Живем Разумеется Больше может Ковыряться в файтах У Скайра Смага Появляется Стаф оф Визардри Форстаф имеется Значит готовится Рот оф Атос От каста Врыв у нас от Криси На мид Гёста поймали Гёст блейдмейл Включил Улетает Криси Улетает ни с чем Есть уже Шивас Гвард Криси На первом месте По нетворцу 16 с половиной Обгоняет он Джейо И на 3 с половиной Тысячи Обгоняет Лешрака У ФЗ ФЗ пока ничего Не появляется Уже давно Мы наблюдали ФЗ ФЗ пока что Просто умирает Бладстоун 4 заряда 16 реген Маны Хреноватенько У Криси Все получше Конечно же Здесь 64 реген Маны 63 С банкой Ну и чуть-чуть Поменьше 40 Без банки Проюзанной Шивас Гвард Бладстоун На 15 зарядов Оркит Манарий Генится Очень хорошо Райор И НБ Уже готовы Драться За Т2 Здесь Джейо Стоит Соло Наваливает у нас Крипам Пока Таур его пилит Джейо просто играет Мускулами Это все понятно ФЗ ФЗ Подходит сюда Забирает у нас Забирает у нас Эйданулов Но это не проблема Для Энигмы Новых вызвать Где 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 Нет Только Только Вызывал Все Энигма Пока без детей Будет Файте Ну Отвлекаться не на кого Будет Все нормально Пропадает у нас Тем временем Эйджис Для Шторма Шторм понимает Что у него Регенерейшн Имеется От Аегиса На Фулману Полетал Забрал В банку Инвиз Где драки Драки должны быть Драки Что это за дота такая 30 минута 18-29 Фрагов В принципе Достаточно Но хочется больше Потому что яркие персонажи По типу Тайтхантера По типу Энигмы имеются Джейо Врывается в Геоста Геоста под Блэйдмейлом Но здесь Блэйкинг Бар Пошел БКБ Пошел БКБ у нас По АДТРу Гёст разваливается Мистик Флеер Разваливается У нас Сэнд Кинг Рейв забирают Два их Уже Уже Мега килл Для Джейо Джейо бьет Тауэр Плевать он хотел На Ассасинейт Шрапная лежит под ногами Она просто Щекочет команду Рейв Им вообще Веселее сражаться Рейв готовы Драться Даже несмотря на то Что нет Нет Здесь ульты От Энигмы Есть при этом Рэвэдж Рэвэдж проюзан Нана разваливается Миднайт Пульс под ноги Икс разваливается По-моему Игра пришла К логическому завершению Минус 5 от Рейв Это Тим Вайп Это полнейший развал 18.34 По золоту Даже открывать не буду Падает Мид Скорее всего Будет падать топ Байбеки Байбеки есть у Лешрака Но это Джи Джи Никто не собирается Выкупаться Это вообще Куром на смех Это бесполезно Команда Рейв Что было необходимо Пару нормальных Блэкхоллов Крутой рэвэдж Форстафнули у нас Под Т4 Тайдхантера Тайдхантер Что надо сделать Сделал Нажал кнопку Заветную Команда Инвейджин развалилась 1-1 Заканчивается эта катка Это означает о том Что по одному поинту Заработали инвейджин По одному поинту Заработали рейв Игра действительно Остервенелая Было приятно Наблюдать Надеюсь вам было приятно Смотреть и слушать Сейчас у нас на повестке Еще один матч Пока я буду этот матч Озвучивать Не забывайте У нас есть группа Вконтакте Туда заходите Подписывайтесь И ставьте лайк Под Твичом Подписывайтесь на канал Твича Что-то очень медленно У нас появляются Сердечки Такими темпами Ничего хорошего Не будет Понятное дело Надо как-то ускоряться И форсировать события Мы для этого делаем все И вы будьте добры Тоже участвуйте Содействуйте нам Так На повестке дня У нас дальше Одну секундочку Пока что не выключаемся Заходим в группу Против Минески Все Услышимся Через пару минут Редактор субтитров А.Семкин